Здравствуйте, уважаемые любители растений! Я Маринков Сергей. На дворе февраль. У цитрусов начинается биологическая весна, некоторые уже начинают расти, некоторые формируют бутоны. Но так как температура еще низкая, так как все происходит очень медленно, у нас одновременно с этим созревают поздние сорта цитрусовых. Вот перед вами находятся плоды Клементина Амоа-8. Достаточно поздний сорт, достаточно обильный он плодоносит. У нас большое дерево, где-то около 2 метров в высоту, пушистое. Вот, вся основная масса плодов оказалась внутри кроны, поэтому он не сильно окрасился, но достаточно для наших северных регионов. Амоа-8 относится к гибридам. У него в родителях апельсин Мора и мандарин Авана. Он относится к окрашеным, к группе окрашенных плодов. Внутри они бордового цвета, особенно если плоды висят на солнечной стороне. Сейчас я вам покажу само дерево и плоды, и плоды в разрезе. Все посмотрим. Посмотрите, вот. Сейчас я его разверну. Деревце достаточно пышное. Видите, листочки у него длинненькие, такие, как и у всех клементинов. Начинает кое-где уже расти. Они чувствуют весну и растут даже при низких температурах. Ну и плоды, соответственно. Посмотрите, я там спрятал все плоды свои вниз. Вот, смотрите, висят они. Вот такими вот гроздями. Вот тут еще. Не подлезешь. Что делать? Вот они такие. Достаточно обильно плодоносит. У них шкурка такая грубая, немножко ноздряская. У них очень такой своеобразный мускусный запах при разрезании. Вот, посмотрите, в разрезик. Вот такие вот они в разрезе. Вот этот вот поменьше, который плод, он висел на более солнечной стороне. А этот побольше, он висел внутри крона. Вот разницу видно сразу, да? Это как и в окрашивании. Сок красный. Достаточно, видите, вот альбедо белое запачкалось. Достаточно неприхотливый сорт. Прививается хорошо, растет достаточно неплохо. Растение раскидистое. Сейчас посмотрите. Мы его тут уже подвязывали. Воткнули лом. Потому что он... Крона большая и постоянно пытается куда-то завалиться. Плоды очень вкусные. Кисло-сладкие. С необычным привкусом. Сок можно выращивать и в домашних условиях. Единственное, что ему для окрашивания нужно, конечно, подольше повисеть. Он когда повисит, он окрашивается полностью. Становится красивым и снаружи, и изнутри. Шкурка сверху у него не окрашивается. Остается таким же оранжевым. Но внутри он приобретает красно-рубиновый цвет. Этот сорт не надо путать с сортом Клементина Рубина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова